Всем огромнейший привет! Меня зовут Наташа. Я как всегда безумно рада вас видеть на своем канале. И сегодня у меня будет абсолютно нетипичное видео, потому что это видео, в котором я смогу рассказывать вам обо всем, о чем я только захочу, начиная от книжек, блокнотов, заканчивая едой. И это видео я решила назвать лайфстайл-фаворитами. И первое, о чем я вам хочу рассказать, это портативный беспроводной блендер Fresh Juice, на который я насмотрелась в инстаграме, но решила все-таки заказать с официального сайта с Америки, через посредника, само собой. Во-первых, так точно я получу оригинал, а во-вторых, так еще и дешевле. Объем у этого блендера 350 мл. Меня этот блендер подкупил своей формой и, конечно же, еще простотой в использовании, потому что чем проще такая техника в использовании, тем больше вероятность, что я буду ей пользоваться. А все-таки делать разные смузи это очень полезно для здоровья и хотелось бы делать это чаще. И хорошо, что имея этот блендер, я действительно теперь буквально каждый день делаю себе смузи, потому что это невероятно просто. Сюда достаточно нарезать какие-то фрукты, либо намыть ягоды. Единственное, фрукты я режу поменьше, потому что он так быстрее взбивает и нужно еще залить сюда либо водичку, либо еще апельсиновый сок, мне очень нравится, потому что он придает кислинку. Я где-то половинку накладываю фруктов, а остальное заливаю соком и получается 350 мл очень-очень полезного смузи. К тому же его еще очень легко мыть. Эта часть буквально за секундочку откручивается, ее достаточно сполоснуть водой. И также еще крышка здесь откручивается, то есть буквально несколько частей просто ополоснуть водой. Этого достаточно, чтобы этот блендер был готов к следующему использованию. И еще вот такая вот зарядка шла в комплекте. Я заряжаю где-то через два использования. У меня никаких проблем не возникает с тем, что мне нужно вдруг сделать смузи, а у меня он разряжен, этот блендер. Нет, абсолютно. Я просто сделала и сразу поставила на зарядку, и к следующему разу он уже готов. И еще прекрасно то, что эту часть можно скручивать, перевернув блендер. Ваша жидкость никак не вытечет. Вы можете скрутить, поменять крышку и взять с собой этот блендер на природу, например, либо с собой на работу. Здесь ручечка вот такая есть, силиконовая. В общем, в этом блендере все прекрасно. Я абсолютно довольна этой покупкой. Теперь мы поговорим о книге, которую я прочитала буквально взахлеб. Эта книга называется «Атомные привычки. Как приобрести хорошие привычки и избавиться от плохих». Автор Джеймс Клир. И к тому же еще это бестселлер «Нью-Йорк Таймс». И это книга, которую я с удовольствием могу вам рекомендовать, потому что я даже решила ее не продавать. Вдруг мне захочется обновить, освежить свои знания и прочитать ее еще раз. Потому что это действительно та книга, которая, да, она из сферы самосовершенствования, но это лучшая книга про привычки, которую я только читала. И здесь действительно есть практические рекомендации, практические примеры, основываясь на которые мы можем действительно привнести в хорошие привычки, которые мы только захотим в нашу жизнь. И автор нам в этом очень хорошо помогает. И к тому же он еще дает рекомендации, как избавиться от плохих привычек. И здесь настолько все хорошо разжевано, настолько все хорошо расписано, что остается только действовать после прочтения этой книги. Потому что, конечно же, просто прочитав ее, в нашей жизни абсолютно ничего не поменяется. Нужно брать эту книгу как пособие, действовать шаг за шагом. И тогда действительно вы в своей жизни увидите какие-либо изменения. Либо это зарядка, либо это режим дня, либо это какие-то ваши цели и задачи, берясь за которые вы бросали из раза в раз. А с этой книгой вы сможете действительно добиться того, чего вы хотели. Но кроме чтения и уделения времени своим хобби, в свободное время я еще иногда смотрю сериалы. Но смотрю я по серии в день. И я не отношусь к тем людям, которые смотрят взахлеб, проводят ночи под сериалами напролет. Я смотрю одну серию, буквально пока я ужинаю, немного могу расслабиться перед сном. И уделяю этому максимум один час. И как раз один час и идет серия сериала, который я вам очень хочу порекомендовать. Это сериал «Корона». Возможно, вы о нем слышали, возможно, вы его смотрели. Если смотрели, то напишите свое мнение об этом сериале. Мне он невероятно нравится, потому что это очень красивый сериал. Он очень красиво снят, очень интересный сюжет. И мне он еще нравится тем, что есть такая нотка познавательности, потому что этот сериал про королеву Елизавету II, и он основан на реальных событиях. И есть ощущение, как будто ты чуть-чуть лучше узнаешь историю. В общем, с каких сторон ни посмотри, сериал «Корона» является для меня очень интересным и качественным сериалом, который я с удовольствием могу вам рекомендовать. Не могу вам не рассказать про целую систему, целый мир ведения дневников и ежедневников, как Bullet Journal. И я с этой системой познакомилась не так давно. И, честно говоря, я не до конца знаю про все нюансы и все тонкости ведения Bullet Journal. Но единственное, что могу сказать, воспользуясь этой системой раз, я не бросила ведение своего ежедневника, потому что у меня было очень много разных и красивых ежедневников, которые были сразу размечены с большим количеством списков задач, которые были невероятно красивые. Но почему-то, почему-то я всегда через время переставала их вести, а заведя вот такой вот буквально пустой ежедневник, который размечен просто точечками, я начала его вести и веду по сей день, каждый день, честное слово. Если в двух словах, то Bullet Journal — это система структурированных записей, которые помогают разбить цели на задачи и достичь эти цели за более короткий промежуток времени. И вот такие вот обозначения на первой страничке помогут вам разбить ваши задачи на определенные этапы. То есть, либо это у нас открытая задача, либо выполненная, либо это что-то у вас запланированное, которое должно быть на неделе, либо на днях. И плюс еще можно здесь создавать трекеры. Я здесь трекер сна себе создала и отмечаю, во сколько я ложусь спать, потому что я пытаюсь раньше ложиться спать, меня не устраивал мой график дня. Ну и плюс я здесь еще свои пишу какие-то мысли, я пишу свои размышления. И с помощью вот таких вот заметок я заметила, что мне намного легче сконцентрироваться на чем-то, потому что бывает как будто в голове такая каша, много всего, обо всем сразу нужно позаботиться, запланировать, подумать, а перенеся это на бумагу, намного легче с этим всем справиться. И мне очень нравится, что здесь нет каких-то границ, то есть я могу писать столько задач в день, сколько мне нужно, у меня нет каких-то ограничений. И мне еще очень нравится, что здесь у этого блокнота, это, кстати, блокноты марки Нуна, довольно плотные листы, и я могу на них даже рисовать и красками, и ручками, и карандашами, и чем мне только захочется. В общем, это такая определенная находка моя, точнее не моя, мне посоветовали этот стиль ведения дневника, и мне еще есть с чем разбираться, но на данном этапе мне очень нравится. И, кстати, вот здесь, пока я листала свой ежедневник, я нашла вот такие вот стикеры. Я очень люблю украшать блокноты стикерами, мне очень весело становится от этого, это прям подымает мне настроение, особенно утром, когда я планирую свой день, то можно приклеить какой-то такой веселенький стикер, и сразу становится день еще лучше. И так как я упомянула про канцелярию, мне сразу же захотелось с вами поделиться своими любимейшими ручками гелевыми, но это необычные гелевые ручки, у них огромное количество блесток в этом стержне. Это ручки от марки Jelly Roll, это невероятная красота, это очень сильно красиво, и мне хватает буквально подчеркнуть какое-то слово в блокноте, и это очень красиво, это очень просто, это очень быстро, но выглядит невероятно, и хорошо потом бросается в глаза. Я накупила себе разных оттенков, у меня здесь есть розовая, красная, бордовая, зеленых, несколько оттеночков, и есть еще в магазине, кстати, наборы, можно поштучно купить и порисовать на бумажечке, посмотреть, как будет выглядеть, а можно еще купить сразу целый набор, там такое прям раздолье оттенков, и я иногда посматриваю на этот наборчик, и это, можно сказать, такая замена маркером, а маркеры у меня тоже есть, я вам сейчас покажу, потому что они необычные, я такие встретила впервые, и, конечно же, сразу схватила, потому что это маркеры таких пастельных оттенков, обычно маркеры для бумаги-выделителей, они такие вырвиглаз прям, а эти маркеры абсолютно не такие, у них очень приятные пастельные оттеночки, и вот так называется марка, вдруг вы найдете, то я вам тоже рекомендую. Еще из того, что находится на моем рабочем столе, на моем рабочем месте, это отрывной календарик от марки Орнер, это в моей жизни второй отрывной календарь, прошлый у меня появился в прошлом году, но, к сожалению, не в начале года, а уже в середине, а этот я купила заранее, чтобы начать именно с 1 января, и это уже такая маленькая моя традиция по утрам, подходить к столу и отрывать один листочек. Конечно, это не какая-то жизненно необходимая вещь, чтобы узнать, какой сегодня день и какое сегодня число, потому что у нас у всех есть телефоны, у нас у всех есть компьютеры, мы сейчас всегда в курсе всего, сейчас всегда обо всем знаем, но на телефонах и компьютерах нет вот таких вот миленьких картиночек и миленьких пожеланий каждый день, и за вот это мне и нравятся отрывные календари, потому что здесь картинки не повторяются каждый день, как и не повторяются пожелания, и это, можно сказать, такой интерес еще небольшой, потому что ты не знаешь, это такой момент сюрприза, что там будет у тебя, когда ты оторвешь листочек, так что такая небольшая, приятная мелочь. Что-то мы никак не отойдем с вами от моего рабочего стола, потому что я принесла вам провод от своего ноутбука, чтобы показать вам защитную насадку от перегибания. Я купила ее в магазине Сенсей, Сенсай, кто как называет, но как ни крути, эта насадка, она и красивая, она и защищает кабель, и плюс она еще абсолютно недорогая. Когда я заказывала, то там была только вот такая вот в форме сердечка, возможно, если заказывать онлайн в интернет-магазине, то у них есть еще другие, либо у них к этому времени появились еще другие, но так как я люблю сердечки, то, честно говоря, я абсолютно никак не расстроилась этому факту. С этой стороны здесь есть вот такая вот прорезь, поэтому можно абсолютно не травмируя провод надеть эту насадку, и при этом она никак никуда не сползает, она вот как я одела, так она и держится, она никуда у меня не делась, и при этом она у меня уже месяца, наверное, три где-то, и она никак не затаскалась, хотя провод я таскаю по дому туда-сюда, она не испачкалась, я ее не протираю, она выглядит буквально так же, как выглядела после покупки. Так что это и декоративный элемент, потому что выглядит это симпатично, и это еще и защита вашего провода. Нужно еще мне присмотреть, кстати, такую защиту от перегибания для провода от телефона, потому что я очень часто ставлю на зарядку, а потом беру в руки телефон, и иногда у меня провод загибается, кровать или диван, и может случиться с ним неприятность. Так что если я найду еще что-то интересное, то обязательно с вами поделюсь. Следующим моим фаворитом являются фольгированные шарики. Как вы уже заметили, я вам принесла показать, какая у меня красота. Это мой фаворит для поднятия настроения в помещении, потому что именно фольгированные шарики стоят и держатся дольше всего, и можно купить буквально один шарик в вашу комнату, привязать его, либо грузик привязать, либо к предмету какому-то, и он будет где-то неделю-две находиться в вашей комнате. Выглядит это прекрасно, и шарики это то, что однозначно у меня ассоциируется с хорошим настроением, с ощущением праздника, так почему же не создать себе праздник своими же руками. Ещё я просто обожаю дома цветы. У меня цветы практически постоянно. Одни у меня вянут, другие появляются. Цветы должны находиться у меня дома всегда. И сейчас именно тот сезон, когда можно покупать сезонные цветы, это будет абсолютно недорого, потому что, например, вот эти пионы у меня здесь стоят. Я их покупала в бутончиках. Именно если купить в бутонах, то они простоят ещё дольше, они будут дольше раскрываться. Вы будете наблюдать именно вот этот процесс раскрытия пиона. И они очень такие прям объёмные, они очень пушистые, они большие, и я пионы обычно ставлю на пол, потому что, если их покупать у бабушек, они обычно огромных размеров, для столов и для поверхности у меня есть маленькие такие букетики. Сейчас у меня ландыши. Они уже не первой свежести, их пора менять. Но я вам захотела показать, как это выглядит. Такая небольшая вазочка. Именно эту я купила в Юске. У меня есть ещё подобное, но зелёного цвета. В ней очень красиво тюльпаны небольшие стоят. И эти ландыши, они спокойно помещаются на столе, они не мешают, они небольшие, они необъёмные, но при этом они пахнут, они создают такое весеннее настроение, уже почти летнее у нас настроение, однозначно радует глаз. Поэтому почему бы и нет купить где-то маленький какой-то букетик, порадовать себя и украсить свой дом. Насколько я подсела на кофе в дрипах, это просто не объяснить словами. И насколько мне было важно найти именно те дрипы, которые бы удовлетворяли меня по вкусу, по аромату, и при этом не стоили бы всех денег мира, потому что в упаковке обычно 5 порций, они быстро заканчиваются, их нужно покупать опять. И не очень приятно, когда очень высокая цена, это прям бьёт по карману. И я нашла марку под названием Gemini, это украинская марка, это вдвойне приятно. У них доступная цена, она не прям дешёвая, но при этом она ниже, чем у подобной продукции. И по секрету вам скажу, что в Новусе стоят эти дрипы дешевле всего. Я туда приезжаю, покупаю их специально, потому что они в Сильпо стоят со скидкой дороже, чем в Новусе без скидки. Это вам на заметочку. Там есть несколько у них разновидностей, у меня сейчас с лесным орехом, со специями, с апельсином и с чёрным шоколадом. Так именно пахнет сам аромат кофе. Эти ингредиенты не входят в состав. Но самый мой любимый, это карамель, это орех и молочный шоколад. И я буквально, вот когда бросалась эта упаковка в ведро, я буквально выхватила вот эту вот упаковочку, чтобы показать вам свой любимый именно вкус, потому что я покупаю его чаще всего. Он не кислый, он не сильно горький, и при этом он ароматный. Мне нравится, когда кофе пахнет карамелью, и когда там есть шоколад, и чёрный шоколад, и молочный шоколад, мне нравится. И ещё когда такой аромат, немного ореха. И вот здесь как раз именно в этом вкусе собралось всё то, что я люблю больше всего. И ещё от украинского производителя я бы хотела похвалить батончик физи. Это то, что стоит действительно попробовать. И наконец-то они появились в обычных магазинах, потому что раньше они продавались только на сайте физи. И они у них продаются ещё коробками целыми, и нужно ещё за доставку дополнительно платить. А сейчас можно просто прийти в магазин, выбрать вкусы, которые ты хочешь, купить поштучно, плюс не платить за доставку. Иногда можно даже на акцию попасть. Но если эти батончики есть в наличии, потому что их разбирают ну очень быстро. Я люблю многие вкусы у них. Вот этот у меня просто сейчас остался, один единственный дома, поэтому я могу вам его показать. У них очень хорошие составы натуральные, и это такой вариант замены десерта, либо когда у вас нет времени, не нужно что-то быстро перекусить. Они действительно очень вкусные, и такое сочетание встречается крайне редко, чтобы это было и полезно, и при этом ещё и вкусно. Ещё одна такая замена сладости, это джем мармелад от марки Helios. У меня сейчас с персиком, и это один из немногих, именно даже от Helios, и вообще из ассортимента в магазинах, который без сахара, а с сахарозаменителем, эта вещь спасает меня, чтобы запихнуть в себя творог, потому что творог я терпеть не могу, но если смешать с этим джемом, то получается очень даже ничего. Можно ещё к блинчикам его добавлять, к панкейкам, либо к каким-то ещё продуктам, которые вы не хотите есть, но хотелось бы добавить немного сладости. Вот эта вещь прям выручает, и при этом это даже полезно, а не вредно, так что, находя такие продукты, я обязательно ставлю калочку, и хочу купить потом себе ещё. До покупки чая от марки Helios я не очень жаловала гречишный чай, что уж тут душой кривить, но как я его полюбила, именно с помощью этой марки, потому что именно этот гречишный чай мне понравился. Да, понравился он мне так, что это уже либо третья упаковка, но явно не первая. Я решила повторить гречишный чай, а это уже прорыв прямо в моей любви к гречишному чаю, потому что до этого я вообще его не понимала, я его не любила. Мне казалось, что это просто такая водичка с кастрюли, когда ты варишь гречку, зачем платить за это деньги? Но я распробовала, это действительно вкусно. Это гречишный чай в тёмной обжарке. Вот так вот он выглядит, он прям зёрнышками. Я пробовала ещё в пакетиках гречишный чай, он там перемолотый. Вот этот в зёрнышках мне нравится намного больше. Он намного насыщеннее по вкусу. Я беру где-то 2-3 чайных ложки, беру немножко больше, чем советуют на упаковке, и при этом я его очень долго держу, но, конечно, не до того момента, когда уже он полностью остынет, но дольше, чем чай в пакетиках мы завариваем. И при этом получается такой прям насыщенный вкус, он очень хорошо раскрывается. И мне очень нравится ещё, что в этом чайе нет кофеина, поэтому я спокойно могу его пить перед сном, и он очень-очень-очень полезный для здоровья. Пошла назад положить гречишный чай, и нашла несколько ещё заменителей, скажем так, классических десертов и тортов. Это равлык Боба. Я обожаю просто равлыки. Мои любимые это с манго. Есть манго в шоколаде, а есть просто манго, не такими вот закрученными спиральками. Мне эти и те нравятся. И, в принципе, я люблю все вкусы от равлыка Боба, но манго просто мой самый любимый фрукт, поэтому я беру манго чаще всего. Это и полезно, и это ещё и вкусно. Я обожаю такие штучки иметь и дома. Когда захочется чего-то вкусненького, то не лезешь к чипсам, а берёшь равлыка, и ты не чувствуешь, что ты как будто лишился чего-то, ты вкусно перекусил, и при этом не наелся чего-то такого, о чём потом будешь жалеть в своей жизни. И к таким ещё десертикам относятся конфетки корыстнее. Это тоже украинский бренд. Я прям сегодня расхваливаю украинское производство. Ну а что, если столько в нашей стране делается всего прекрасного? Есть у них прям такие большие коробки с конфетами. Я брала такие, но мне там нравятся не все вкусы, поэтому есть ещё у них классный такой формат. Здесь по три конфетки. Они без сахара. Я в этот раз взяла с миндалём, но, по-моему, просто они были в наличии. Но это одни из моих любимых. Вы просто послушайте этот состав. Здесь финик, миндаль, кокос, какао и ваниль. И всё. И всё. Это прекрасные конфеты, я считаю. Следующий мой лайфстайл-фаворит это ароматы для дома. Диффузоры у меня стоят в каждой комнате. Я без преувеличения. У меня в кухне стоит диффузор, в кухне-гостиная, в спальне стоит диффузор, в коридоре стоит диффузор, и в ванной стоит диффузор. У меня везде стоят диффузоры. И последняя покупка моя это Систерс Арома. Аромат это был, по-моему, черничный пирог. И посмотрите, как немного крипово выглядят эти палочки. Такие прям кровавые. У меня очень нравится аромат. Единственное, что он пах очень насыщенно прям первый день. А потом аромат немного утухает, немного стихает. И сейчас пахнет, если вот к нему немного ближе прям подойти, либо впритык понюхать. А так на всю комнату не пахнет никак. И для таких именно моментов, когда хочется, чтобы пахло, а диффузоры не пахнут, а просто радуют глаз и стоят красиво где-то в комнате, у меня есть именно спрей для дома. Спрей у меня от Zara Home. Это черная ваниль. И это такой сладкий, насыщенный аромат черной ванили. Он понравится абсолютно не всем. Мне он очень сильно нравится. Я обожаю этот спрей. Но самое главное, что я хочу донести, это не то, что именно этот аромат вы должны купить, а то, что приобретает такой спрей намного легче контролировать и дозировать аромат в помещении и при этом поддерживать его, чем с помощью диффузора. Вы можете распылять столько, сколько вам нужно, тогда, когда вам нужно и полностью контролировать насыщенность аромата в помещении, не надеясь при этом на диффузор, который очень часто нас подводит. Иногда после уборки, например, я хочу немного больше аромата в доме, при этом цветы живые и диффузор не справляется, то я обращаюсь к этому спрею для дома. Следующий лайфстайл-фаворит это кошка в вашем доме, кошка в вашем доме, это то, что вам нужно. Из ароматных фаворитов у меня еще есть пенка для душа от марки Беллоу, это пенка с ароматом Хей Лавели, приятный цветочный аромат, но больше мне, конечно, понравилась упаковка, честно говоря, ради нее я и взяла, но пенки очень классные, она очень нежная, она приятно пахнет, она не очищает кожу до скрипа, но хорошо очищает, не пересушивает кожу, так что беру постоянно просто разные ароматы. И еще на то, что стоит обратить внимание, особенно этим летом, это скраб для тела от марки Три Хат. Сейчас у меня скраб с ароматом арбуза, и это просто самое летнее, что только можно было придумать, потому что вот эта сахарная такая текстура, она передает как будто текстуру такого переспевшего, прям сладкого арбуза, который, знаете, только дотронешься до него ножом, и он уже прям лопается так на две части, вот так я вижу эту текстуру, и при этом здесь есть еще такие темные вкрапления, которые имитируют как будто бы косточки арбуза. У меня есть огромное желание попробовать множество версий, множество ароматов этого скраба, но вот этот арбуз, он меня просто покорил, насколько он правдоподобный, насколько он свежий, и при этом салатковатый. Это самый летний аромат, и мне захотелось взять его именно на лето. У нас сейчас конец мая, но, честно говоря, погода такая, что ничего не мешает ходить в футболках и шортах, и настроение уже абсолютно летнее, и пользоваться этим скрабом, честно говоря, одно удовольствие. Я уже не знаю, сколько раз его понюхала, и мне хочется нюхать его снова и снова. Вот так выглядит этот скраб, он не травмирует кожу, при этом он классно отшелушивает, ну и аромат, и, конечно же, аромат. Этому аромату я просто могу петь воды. Из ванной я притащила еще несколько своих фаворитов, и у меня здесь есть одна маленькая вещь, о которой вроде бы не снимешь отдельное видео, и где рассказать непонятно об этой вещи, но при этом вот это видео, это как раз и повод поделиться с вами ту вещь, без которой не обходится ни один мой день, это крабик от марки The Body Shop, но на самом деле подобный крабик можно найти еще много где. И вроде бы это обычный крабик, но почему настолько я его люблю? Потому что он пластиковый, и он очень-очень сильно легкий, и он не сползает с моих волос. Я спокойно могу заколоть свои волосы, когда я умываюсь, и у меня ничего не будет сползать, либо я просто могу вот так вот заколоть волосы, и при этом крабик будет держаться на месте. А множество крабиков именно с металла, которые выглядят очень красиво, они не держатся на моих волосах, они просто сползают и падают. И при этом еще классно то, что он пластиковый, он не ржавеет, и я еще когда наношу какие-то маски, кондиционеры, и мне нужно пойти сделать какие-то свои дела, и не хочется, чтобы волос распадался, чтобы что-то падало и пачкалось, я могу заколоть волосы крабикам сбоку, и у меня будет моя вот здесь курдулина держаться, не будет никуда падать, и потом я просто в воде его споласкиваю, он у меня чистенький, не портится, и при этом очень мне помогает. Также из ванной я вам принесла ванную. Это ванная, точнее ванночка, потому что она маленькая, тоже с магазиной Синсай. Кстати, я там очень много всего покупаю, и вот это та вещичка, которой мне захотелось с вами поделиться, потому что с помощью этой вещи я стала намного быстрее мыть свои кисточки, прям намного быстрее. Ну, во-первых, она довольно забавная, она розового цвета, во-вторых, здесь есть вот такие присоски, и можно её прикрепить к раковине. Если раковина прям мокрая, и там очень много воды, она вот недавно была намочена, то она может немножко вот так вот скользить, особенно если она где-то не на ровной поверхности, а сбоку на изгибе раковины прикреплена, она может сползать. Но я её прикрепляю именно на бортик самой раковины, там где сухо, и она у меня там нормально стоит, она никуда не скользит. Здесь есть внутри вот такие вот разные пупырышки, разного размера, они предназначены для разного размера кистей, но кого мы будем обманывать, я мою просто вот так вот хаотично, любую кисть, хоть маленькую, хоть большую, просто ей ложу, и всё у меня прекрасно моется. Почему мои кисти стали мыться быстрее? Потому что я могу прям жменью кистей взять, 3-4 штуки, капаю сюда мыло, добавляю водичку, развожу такую мыльную воду, и мою кисточки. И, кстати, расход мыла, он тоже очень сильно сокращается, потому что не нужно дозировать каждый раз и для одной кисти. И вот как раз и с помощью вот этих выпуклых частичек, и получается намного быстрее мыть кисти, если раньше я мыла об руку вот такую вот охапку кистей, где-то минут 20, то сейчас у меня на это уходит, ну, минут 7, ну, может 10. Время сократилось раза в 2, так точно, если не больше, так это ещё с тем, что я очень тщательно ещё промываю кисти, потом проточной водой, чтобы не оставались какие-то остатки мыла на кистях, всё равно выходит очень-очень хорошо по времени в итоге. Я единственное не знаю, зачем вот эта вот дырка здесь, возможно, потом, чтобы положить помытую кисточку и в этой же ванной прополоскать её, возможно, но я не делаю это по одной штучке, я как мою по несколько штук сразу, так и полоскаю по несколько штук сразу, поэтому не пользуюсь вот этой вот выемкой, а в остальном эта покупка оправдана, и я эту ванную люблю очень сильно всей душой. Я вам уже много о чём рассказала и много чего показала, но, честно говоря, не рассказала и половину о том, о чём хотела. Лучше, если я разобью это видео на части, не хочу, чтобы оно получалось слишком длинным, тем более будут появляться ещё какие-то другие вещи, о которых я захочу вам рассказать и которыми я захочу с вами поделиться, но всё-таки, чтобы завершить это видео, хочу вам показать одну покупку, которой я очень сильно довольна и которую я очень давно хотела. Это холодильник для косметики розовый. Это холодильник от марки Синсай. Я не была уверена, что эта вещь у меня будет в ходу, поэтому я купила не очень дорогой холодильник. Вообще, у этой марки довольно бюджетные цены, у этого магазина точнее. И этот холодильник, он хорош во всём. У него есть провод, он довольно длинный. Сейчас я вам его покажу. Он не такой уже, конечно, эстетичный. Обычный провод, чёрного цвета. Единственный минус этого холодильника, это то, что он гудит, поэтому я его не оставляю на ночь. Я его включаю утром и тогда, когда мне нужно. Хорошо, что он охлаждает очень быстро, поэтому нет с этим никаких проблем. Да и, в принципе, я там пока не храню косметику. Мне не нужно, чтобы он работал постоянно. Возможно, летом, когда будет очень жарко, я туда буду ложить кремы, какие-то сыворотки. Тогда я не буду его выключать. Но, в принципе, я закрываю дверь в ванную, поэтому тоже не должно быть с этим никаких проблем. А в остальном он довольно хороший. Я начала с минуса, чтобы дальше его хвалить. Он выглядит нормально. Нет в нём никаких изъянов. Сзади есть ручка, за которую я только что и притащила этот холодильник. С вот этого вот места он гудит, там, где циркулирует воздух. Есть здесь кнопка вкл-выкл. Так что не нужно обязательно постоянно его прямо с розетки вытаскивать. И одна дверца здесь есть. Давайте откроем и посмотрим, что у меня там. Я в этом холодильнике сейчас храню маски для лица. Сейчас у меня здесь две масочки для куб. Масок для лица у меня сейчас здесь нет. Также я храню здесь патчи ещё, потому что люблю, когда патчи холодненькие. И храню здесь ещё свои массажёры. Тоже люблю, когда массажёры холодненькие. Они работают намного лучше, чем тёплые массажёры. Здесь есть вот такой вот отсек. С одной стороны можно что-то плоское хранить. У меня здесь вообще маски лежали. Но, как всегда, потом начинается какой-то беспорядок. Засунешь, куда засунется. Вот такой вот один большой отсек. Здесь удобно будет и кремы складывать. И сыворотки. Он довольно высокий. И сверху есть тоже одна полочка. Она с такой сетки пластиковой. У меня рука, если честно, немножко устала. Он не такой уже и лёгкий. Так что я вам так поближе просто покажу. Здесь какие-то... А нет, здесь одни у меня патчи есть. Видите, я даже и забыла про них. Маска для губ. Я не очень люблю такие штуки. Поэтому она лежит у меня здесь как раз для того, чтобы я её использовала. Пока всё-таки руки или губы у меня не дошли к этой маске. Массажёр у меня здесь есть. Сайхёрба. Обожаю его. Я снимала его и рассказывала о нём в распаковке посылки Сайхёрб. В общем, я обожаю этот массажёр. Он очень крутой. Я прям очень рекомендую. Но, наверное, о массажёрах нужно отдельное видео снять, чтобы подетальнее рассказать. Но, единственное, я могу вам показать то, что я его мою постоянно после применения. Потому что остаются какие-то остатки здесь сыворотки, либо масла. И ничего нигде у меня здесь не облезло. Он как будто у меня новенький. Потом у меня здесь есть ещё вот такой вот железный. Железный, кстати, вообще обалденно охлаждается в холодильнике. По-моему, это от Паё. Я точно в бракарде покупала этот массажёр. Я люблю ему работать именно по маслам, по маслам на ночь. Причём лицо такое прям красное становится. Не уверена, что это очень хорошо. Но есть ощущение, что прямо работает массажёр. Потом у меня таморовицы здесь. Ну, обычный кварцевый роллер. Он у меня уже старенький. Он уже пожадавший жизнь. И есть у меня ещё здесь две криосферы. Одна пара, посмотрите, с блестяшками. Красиво. Это тоже, кстати, с магазина Сенсай. Но их я заказывала онлайн. У них, кстати, ассортимент отличается от обычных магазинов, от стационарных. В онлайн-магазинах обычно больше ассортимент. Они на свою цену, прям на 5 с плюсом. Они недорого стоили. Я тоже не была уверена, что мне зайдёт такая штука. Поэтому больше на пробу брала. Ну, посмотрите, какие они прям забавные-забавные. Но я ими мало пока пользовалась. Поэтому не буду нахваливать. Только внешний вид. Могу сказать, что у них хорошие. Хорошо охлаждаются в холодильнике. Но нужно ещё всё-таки побольше попользоваться. Чтобы уже свой отзыв какой-то сказать. Свой вердикт. И как раз на этом холодильничке давайте и закончим это видео. Я считаю, что он достоин быть в финале. Спасибо вам огромное за просмотр. Спасибо за любую активность на этом канале. Мне это всегда очень сильно приятно. Просто хочу, чтобы вы это знали. Просто на всякий случай. Мне это очень сильно приятно. Спасибо вам огромное. До скорых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok